В начале видео хотелось бы сказать огромное спасибо новым спонсорам моего канала. Спасибо, что оказываете поддержку и помогаете собрать средства для поездки к подписчикам. Всем привет! Ну вот уже и на Авито наступают жаркие денечки, заказы пошли. И сегодня нам с Серегой предстоит выполнить такой же, ну более-менее нормальный заказ. Это мангал на профессиональную кухню, поскольку у нас открывается кафешка. Ты пояснишь, что не у нас открывается кафешка, а в городе у нас открывается кафешка. И для нее нужно изготовить уже профессиональный мангал. Этим сейчас и займемся, как раз Серега уже соскучился по сварке, уже давно я и не работал. Будешь подносить эти запчасти, а я буду их сварить. Да, а я буду тут неподалеку подносить, приносить. Напилил, напилил придется. Да, слесарить в общем. В общем, кому интересно, усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чайку, смотрите внимательно и не перематывайте. Начали! Что-то охренеешь тут таскать эти листы. Тут собрался резать что ли? Почему? Все на улице не нарезал. Вот, готовый. В смысле готовый? Дно мангала будет. Вот это! Да. Людинь, это будет из четверки мангал. Но это потому, что такой размер из-за того, что он еще будет обшиваться шамутным камнем, кирпичом. Поэтому он такой массивный. А так, по сути, он будет уже. Нифига, он почти в свой рост, по плечи. Метр шестьсот будет мангал длиной. Обалдеть. Так что, варить не переварить его будет. Я-то тут думал, а тут маленько поварить надо. Маленький мангалчик. Да-да. Хорошо есть магниты. Помогает. Маленький мангал. Ну вот, что он приключил, да? Да, давай. Давай, ты рассказывай. Ты хочешь? Да. Ты хочешь? Тарелин. Ты хочешь? Ты хочешь? Да. Я хочу. Что? Нет слов, да? Вообще, одни эмоции, конечно, короб тут вообще здоровый получается. Так, и теперь надо еще сделать отбортовку, поскольку у нас, как я уже сказал, будет все закладываться шамотным кирпичом. Снизу он будет плашмя лежать, это 6,5 см высота, да, 65 мм. А с боков он будет лежать торцом, да, или боком, как назвать. Тут высота будет уже 115 мм. И так вот, 180 мм нам нужно будет сделать такую отбортовку из полосы под ширину самого кирпича, да, чтобы он тут у нас укладывался. И для того, чтобы соблюсти высоту по всей длине, я нарезал вот такие стойки, они 182 мм, взял 2 мм запасные. Просто будем их выставлять, ставить на них полосу и уже будем прихватывать таким образом. У нас получится одна высота по всей длине и, соответственно, потом уже сюда будет вставляться шамотный кирпич. И вот так вот, да, по кругу мангала еще сделаем. Погнали! Давай! Получается следующим образом, да, что у нас как раз-таки это на ширину кирпича будет у нас выход. И жаровня получится уже где-то 450 с шириной. Сейчас перевернем, поставим ножки, чтобы было удобно уже обваривать. Стойки выставляем просто магнитными уголками для простоты. Сейчас просто на 4 прихватки посадим и потом уже будем их объединять между собой. Верхнюю решетку собрали следующим образом. Саму рамку собрали вот снизу. Сейчас Серега выложил. Просто на самом мангале между стойками выложили, прихватили. И подняли. Да, перевернули, проверили диагональ. Еще раз прихватили, потом с помощью магнитных уголков подняли. И уже тут на месте прихватили. Сейчас также сделаем еще одну рамку, которая у нас будет в 100 мм от самого мангала. Ну там для шампуров и так далее. В общем, сейчас еще одну рамочку так сделаем. Все, погнали. Как приходится выворачиваться, да? Угу. Нелегкая эта работа, да? Припотел. Ничего, потом ты будешь зачищать за мной швы вот эти. Ну да, да, да. Припотел. Учибора прям шепчет. Вообще. Нравится, нравится, да? Хоть так, хоть отрывисто, хоть толщиньком. Ой, жарковато просто. Давай, давай, работай. Хватит отлынивать. Ладно, я пошел резать тогда. Давай. Хватит отлынивать. Хватит отлынивать. Включил Сереге пульс. Сейчас попробуешь. Как приходится изворачиваться? Да, да, да. Ну да прям вообще песня пошла. Вообще, но даже без тресков, да? Да вообще. Ну? Офигеть. Вообще аккуратненько там. Молодец. Начинаю приспосабливаться. Да, да, да. Ну на, давай, пошел резать. Да, все еще стоишь тут. Там жестоко варил. Средишь тут. Да, да. Ну, пока картина вырисовывается следующим образом. Изготовили и обварили уже полностью саму жаровню. Подставку. Все зачистили. Осталось только выполнить сам уже. Ну, каркас под вытяжку. Саму на это навес, да? И, в принципе, все готово. Так как основную часть мы сделали. И осталось только... Ну, чуть-чуть. Тем более, что я там уже подготовил металл. Только на прихватке собрать, да и обварить. Но, Серегой тут подумали, что какая-то высокая получается. Мангал высокий. Что не особо-то удобно тут крутить. Тут еще будет небольшой выступ для шампуров. Ну, не знаю. По мне, так высоковато. Хотя, делали все по чертежу, все по рисунку. Как говорится, с нас взятки гладкие. Поэтому, да, к нам никаких претензий. Именно, что нам нарисовали, то мы, в принципе, и делаем. Ну, наверное, им виднее, да, на кухне. Может быть, там у них будут поддоны еще какие-то лежать. Потому что все будет заплыто кровью, да, забыто. В общем, ну, делаем как сделаем, посмотрим. Там уже, когда приедем на объект сдаваться, там уже посмотрим. Люди сами чертили рисунок, да, или вы просто взяли в интернете. Ладно, все, продолжаем заниматься дальше. Подготовил две полосы, сделал в них прорези для шампуров. А также еще отметил, сделал отметку по высоте, на которую эти полосы у меня будут устанавливаться на внутреннюю часть мангала. Ну, примерно вот таким образом. И данная полоса будет у меня нести две функции. Это первая, из которых, конечно же, устанавливаться будет в них шампура. А вторая, нижняя часть, два сантиметра, будет препятствовать выпаданию свободного кирпича из мангала, да. То есть, он не будет наклоняться. То есть, два сантиметра полосы будут идти ниже вот этого бортика. А все остальные три сантиметра будут для шампуров. Я надеюсь, понятно. Сейчас установим, прихватим и уже покажем, что по итогу у нас получится. Ну, теперь-то точно можно сказать, что большую часть работы мы выполнили. Жаровня полностью готова. Все отлично. Мы ее уже проварили. И, как видно, да, полуавтомат жарит вообще хорошо. Проплавляет прям то, что надо металл. Держаться будет крепко. И теперь осталось только собрать зонт. Сереге пришлось ненадолго отлучиться, поэтому старались как можно быстрее собрать сам зонт. И поэтому, да, он не попал в видео, как мы его собирали. Но, я думаю, тут, в принципе, нет ничего сложного. Но я уже там как сделаю, полностью его обошью, уже покажу, что получилось. А пока приходится работать без него. Ну, в принципе, тут осталось немножко. Только сделать эти боковые стенки. И уже, можно сказать, будет готово. Вот такой мангал получается. Вообще здоровый, даже в кадр практически не влазит. В общем, уже практически все сделал. Зонт собрал. Почаще прихватки поставил. Осталось только покрасить. И сейчас еще в конце там сделаю отверстие под вытяжку. И верхушка сама из миллиметрового металла. Боковины из полутора миллиметрового металла. И здесь я еще по краям усилил четверочкой полосочки. Ну, и, соответственно, здесь тоже верхушку, рамку сделал из четверки, чтобы было жесткая. Ну, а так, в принципе, уже все готово. Все отлично. Останется только покрасить. И еще один момент. Так как мангал очень высокий, практически там два метра. Для того, чтобы было легче перевести, я думаю, что просто вот эти прихватки срежу. Разделю пополам. То есть у меня будет отдельно жаровня и отдельно зонт. А потом уже на месте я просто поприхватываю и подкрашу. И все. И я думаю, что так будет самый оптимальный вариант как для перевозки, так и для транспортировки. Поскольку таскать его придется вручную. Все, закончил я изготовление зонта для мангала. Сделал отверстие под вентиляцию диаметром 180 миллиметров. Ну, в принципе, не показывал, поскольку работаю, да, уже один, Серега, не вышел. Поэтому не особо некогда было. В общем, ничего сложного нет. Отмерил циркулем диаметр 108 миллиметров. Вырезал болгаркой маленькой. Полосу 50 миллиметров вырезал. И просто ее постепенно прихватывал и выгибал. Одновременно, да, по чуть-чуть. И потом уже просто обварил полуавтоматом. Варит вообще прекрасно. Даже миллиметрово не прожигает. Все отлично. Мне понравилось. Все. Мангал полностью готов. Осталось только покрасить. Но покраску я показывать уже не буду. В принципе, я думаю, нет смысла. Фух. Наконечно закончились с мангалом этим. Такой серьезный мангал для профессиональной кухни. метр шестьсот и когда не за сколько мяса там можно за раз и готовить тяжеленькие в общем вот такая у нас работа была по изготовлению мангала в принципе мне понравилось работать вообще и я полуавтомат чебора прямо справиться вообще красавица сколько-то миллиметровка была полутора миллиметровка 4 и профиль до двоечка регулятор выставляешь просто одной крутилочкой подкрутил удобно очень удобно перебивать друг друга аппарат радует а так по работе принципе серега тоже приятно работать я тут нарезая потихонечку серега тут пока обваривает вообще одно удовольствие уже сработались команды целая и кстати да многие из вас писали что зови серегу типа ему отдавать заказы да я в принципе с удовольствием чем больше заказов возьмем тем больше заработаем и может быть наконец-таки отремонтируем гараж в общем вот такое видео получилось нашей работой наши обычные рабочие будни кому понравилось ставьте пальцы вверх кому не понравилось пальцы вниз в общем оцените видео и напишите комментарий все на этом буду с вами прощаться спасибо что досмотрели это видео до конца подписывайтесь на канал если еще не подписаны и обязательно выходите заходите в нашу группу в контакте где вы можете скинуть фотографии своих выполненных работ либо же оценить фотографии выполненных работ других участников. Также еще можете пообщаться между собой, да, и задать интересующие вас вопросы и получить на них ответы. Все, до новых встреч всем. Пока! Ну и работа у нас заняла два дня. Да, с покраской. С покраской два дня. Субтитры сделал DimaTorzok